В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва активно реализуют программы по привлечению врачей. В их числе социальная ипотека, льготная аренда жилья, земельные участки, программа «Приведи друга». Это и целевой набор, который мы размещаем, и самое главное – это программа льготной ипотеки. Её получает врач, который гарантирует, что будет здесь работать 10 лет. И мы компенсируем 20 тысяч рублей для 35 специальностей на аренду жилья. Также в Подмосковье работают социальные программы по привлечению медиков из других регионов. Мария приехала в Одинцово из Краснодарского края около шести лет назад. Именно тогда и поставила перед собой цель обзавестись собственным жильём. О программе социальной ипотеки узнала, стучайно от коллег. Эта программа очень важна, особенно для молодых специалистов с маленькими детьми, потому что самим приобрести жильё – это вообще невозможно. Очень долго придётся собирать, откладывать, всём себе отказывать, деткам отказывать. И это очень большое подспорье для молодых специалистов. Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, поступают в различные медицинские университеты и другие учебные заведения Москвы. Обучающимся необходимо подкреплять теоретические знания практикой. Так, в июле в Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы приехали пять студентов из Астрахани. Многие из них планируют вернуться на работу в Звенигород после окончания обучения. На выбор молодых медиков влияют и программы социальной поддержки, которые действуют в Подмосковье. По социальной программе для медицинских работников мы, если это сельская местность, они получают миллион. Если это городская местность, у них есть, во-первых, благодаря есть программе Минздрава по компенсации жилья и есть отдельная программа Одинцовского городского округа администрации, где тоже выплачивается за съем жилья определенная компенсация. Плюс к этому есть программа по социальной ипотеке для молодых специалистов. Система здравоохранения продолжает развиваться. В Одинцовском округе ремонтируют и строят медучреждения и фельдшерско-акушерские пункты. Так, в этом году открыли ФАП в Савинской Слободе, отремонтировали Акуловскую амбулаторию и Голицынскую поликлинику. В августе запланировано открытие поликлиники в Ромашкове.